ДТП с автобусом в Алматы. Очередная авария с участием пассажирского транспорта. Расскажем о состоянии пострадавших. Славянский базар. Казахстанец занял первое место на международном конкурсе. Об этом и многом другом уже через несколько секунд. В Казахстане замедлилась годовая инфляция. Об этом сегодня президенту доложил глава Национального банка. При этом Тимур Сулейменов отметил, что проинфляционные факторы сохраняются. На этом фоне Касым Жумар-Тукаев поставил перед ним задачи по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры. Президенты интересовало исполнение данных и поручений по проектам развития национальной платежной системы, открытого банкинга и создания антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников. Тимур Сулейменов также рассказал о реализации денежно-кредитной политики с начала года и о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютного резерва страны. В Казахстане до конца года газифицируют порядка 70 населенных пунктов. Об этом сообщили сегодня на заседании правительства. По информации министра энергетики, в стране реализуют крупные инфраструктурные проекты. Голубым топливом пользуются 12 миллионов казахстанцев. Это 60% населения страны. При этом Алмаз Адам Садкалиев отметил, что стоимость голубого топлива может вырасти в ближайшем будущем. Чтобы не допустить резкого роста, повышать цены будут поэтапно. По словам главы Минэнерго, в Казахстане сейчас одни из самых низких цен на газ среди стран СНГ. Если у нас он стоит от 54 до 86 тенге за литр, то в соседней России цена составляет уже 132 тенге. Министр напомнил, что с 1 июля пересмотрены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке с увеличением в среднем на 14,6%. Также он рассказал, как планирует газифицировать северные и восточные регионы. Сейчас рассматривается два варианта. Это продление магистрального газопровода СРРК или строительство газопровода из России. Первая. Газификация Акмулинской и Североказахстанской областей путем продолжения строительства второго и третьего этапов магистрального газопровода СРРК. Реализация данного проекта будет возможна после строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеуба-Зойшимкент. Второй вариант. Газификация из России. На сегодняшний день ведутся коммерческие переговоры между Казакгаз и Газпромом. Суждаются условия поставки газа в северо-восточные регионы. Учитывая вышеизложенные, после завершения переговоров будет выбран оптимальный вариант газификации северо-восточных регионов с учетом экономических и технических аспектов. Павлодарская область до конца года планирует ввести в эксплуатацию больше трех десятков километров новых и отремонтированных тепловых магистралей. Реконструкция и ремонт идет сразу в трех городах региона. Деньги на финансирование проектов выделены по поручению главы государства. Подробности в сюжете. Город Ахсу дождался реконструкции внутриквартальных теплосетей. Масштабная кампания здесь стартовала по замене изношенных труб. Больше четырех километров теплотрассы обновят в нескольких микрорайонах. Это снизит изношенность на проблемных участках, говорят в отделе строительства города. Общая протяженность на этот год замены теплосетей 4,4 километра. Будут заменены основные участки, которые проблемные у нас, которые в свое время не были заменены, такие как основная магистраль идет у нас от ТК-81, ТК-2. Потом внутрикварталка есть, которая тоже должна быть заменена. Это ТК-9, ТК-65. Износ на данный момент, согласно предоставленным данным, около 70-75%. Сразу два крупных проекта реализуют в Экибастузе. Там реконструируют две тепломагистрали протяженностью почти в 4 километра. Недавно завершился и двухгодичный проект по строительству ТМ-7-1. Таким образом, систему теплоснабжения Экибастуза удалось привести в порядок. В самом разгаре строительство тепломагистрали номер 13 в областном центре. 2,5 километра новой теплотрассы проложат по улице Камзина в Павлодаре. Мы проложили около 1200 метров трубы. Это 800-й диаметр, в тысячной оболочке полиэтиленовой. В общем, работа продвигается. Единственное, что нам мешает, это погода. Дожди останавливают. Понимаете, траншея, здесь еще склон, плюс рядом озеро, грунтовые воды. Но ничего, водопонижением занимаемся. Требования к проектам особые. Казахстанское содержание здесь должно быть максимальным. Например, трубы используют отечественное производство. Их выпускают в соседнем городе Ахсу. На данные цели из резерва правительства республики Казахстан выделено 9 миллиардов тенге. Реализация проектов с учетом инвестиционных программ повлияет на снижение износа тепловых сетей в Павлодарской области к 0,8%. В целом, к концу года в городах области сдадут в эксплуатацию около 33 километров обновленных тепловых сетей. Вместе с выделенными из резерва правительства 9 миллиардами, модернизацию систем теплоснабжения более 14 миллиардов инвестируют монополисты. В жаркое лето жители полсотни многоэтажных домов Петропавловска остались без горячей воды. С начала сезона она перестала поступать в их квартиры. Наш корреспондент встретился с горожанами, которые уже месяц моются, нагревая воду в чайниках и кастрюлях. Жители микрорайона Жасуркен с начала лета отрезаны от горячего водоснабжения. По их подсчетам, в округе сразу 8 многоэтажек остались без теплой воды. У Читы Копышевых трое детей. И каждый день, по словам их мамы Замзагуль, в семье водные процедуры становятся настоящей проблемой. Заказываем частные бани, то есть оплачиваем за каждый час. Это где-то 3,5 за час. Получается, пока вся семья помоется, это приходится мне на 4 часа заказывать баню. Уезжаем в деревню, набираем тазики, нагреваем чайники. Не реагируют, мы не можем даже дозвониться по телефону, по горячей линии. Либо они берут и бросают трубку, это тоже ненормально. Но и нагрев воды не всегда возможен. Больше 4-х лет местные новостройки подключены к временному электроснабжению и часто отключают свет. А дети маленькие, света нету, кормить нечем, воду греть нечем. Люди сидят, показывают, что мы уже превращаемся в какой-то обезьянник. Представляете? Показывают, уже шутят, смеются люди. О том, что несколько домов Жасуркена остаются без горячей воды, в отделе ЖКХ узнали накануне встречи жителей с журналистами. И именно в день визита СМИ аварийные службы начали ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети. Как выяснилось, в Петропавловске без горячего водоснабжения остаются полсотни многоэтажек. К вечеру планируется подключить 27 домов к горячему водоснабжению. Остальные 23 дома работы будут выполнены в ближайшее время, как сообщили в пресс-службе. Это Петропавловск тепловой сети. Пояснить причину не могу. Это, возможно, ремонт где-то тепловой сети тоже идет. Как объяснили в ведомстве, с начала сезона теплоснабжающая компания планово отключила воду во всем городе, чтобы проверить состояние сетей. Теперь выявленные дефекты и порывы коммунальщики должны устранить. Точных сроков завершения ремонтных работ в ведомстве не называют. В Алматы сегодня произошло очередное ДТП с участием автобуса. На этот раз грузовик, который следовал по улице Ашимова в северном направлении, врезался в стоящий на остановке автобус. От удара транспортное средство отбросило с проезжей части на обочину. Далее автобус, двигаясь по инерции, совершил наезд на забор частного дома. В результате крупной аварии пострадали 9 человек. Всех доставили в клиническую больницу номер 7. Двое остаются в тяжелом состоянии. Один из них в реанимации. Медики сейчас борются за его жизнь. Состояние остальных пациентов стабильное. Они продолжат лечение амбулаторно. В инфекционной больнице Шимкента от конга крымской лихорадки скончался мужчина. По словам медиков, 61-летний житель Сарамского района обратился за лечением не сразу. Как утверждают врачи, он лечился дома самостоятельно. В итоге было потеряно время, и мужчина поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в отделении реанимации. Однако, несмотря на лечение, мужчина скончался, не приходя в сознание. Сейчас под подозрением находится еще один пациент. Его анализы на конга крымскую геморрагическую лихорадку проверяют специалисты. Добавлю, с начала года в Казахстане зарегистрировали 16 подтвержденных случаев данной опасной инфекции. В Казахстане создали комитет по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в постановлении правительства. По информации МЧС, реализация этого проекта позволит осуществлять контроль в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в отношении центральных государственных и местных исполнительных органов. При этом новое ведомство потребует дополнительных финансовых затрат 1,5 млрд тенге. В состав МЧС теперь входит Комитет по гражданской обороне и воинским частям, Комитет противопожарной службы, Комитет по государственным материальным резервам, Комитет промышленной безопасности и Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Сложная селевая обстановка сохраняется в горах Зайлийского-Латау. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В настоящее время аварийные бригады кассель-защиты проводят превентивные мероприятия по снижению уровня трех наиболее прорывоопасных моренных озер. Два из них расположены в бассейне реки Тургень, одно в верховьях реки Талгар. Ранее в ходе аэровизуального мониторинга были обнаружены крупные трещины, которые образовались на ледниках в результате их активного таяния. Как сообщили к кассель-защите, это может привести к обрушению крупной массы льда в озерной котловине, что повлечет за собой разрушительные селевые выбросы. Задача аварийных бригад – снизить объемы моренных озер до безопасного уровня. Работа осложняется сложными метеоусловиями. В горах практически каждый день выпадают осадки. В целях безопасности проезд через экологический пост Тургенского филиала или Алатауского нацпарка для туристов по-прежнему закрыт. Для крупных предприятий казахстанской промышленности запустят систему одного окна. Это позволит сконцентрировать все предложения и новые проекты объектов производства в одном центре. Этот вопрос обсудили в Усть-Каменогорске на встрече депутатов Сената с металлургами. Парламентарии посетили металлургический завод и осмотрели новое технологическое оборудование. Также они ознакомились с методиками снижения вредных отходов. По словам депутатов, существует множество инициатив по улучшению экологической обстановки Усть-Каменогорска. Один из них – введение ночного тарифа на электроэнергию. Неоднократно уже поднимался нами вопрос с депутатами о том, что необходимо в таких городах, где сегодня нет газификации, перейти на ночной тариф. И я думаю, что мы этого в любом случае будем добиваться. Хотя, возможно, энергоснабжающим организациям это не настолько выгодно, но для жителей города Усть-Каменогорска и крупных промышленных городов это очень важно. Если сегодня частный сектор перейдет на ночной тариф на энергоснабжение, уже вот эти угольные выбросы сегодня и углеродная составляющая именно в атмосфере, она будет намного меньше. Республиканская экологическая акция «Таза. Казахстан» для жителей многоэтажек Костаная стала еще одним поводом улучшить придомовую территорию. Горожане несколько лет своими силами убирают дворы, игровые площадки, благоустраивают подъезды и разбивают цветники. Таких образцовых домов в областном центре несколько десятков. Один из них находится по улице Гагарина, 14. Здесь марку чистоты и ухоженности держат третий год подряд. По словам председателя объединения собственников имущества, этого добились за счет общих усилий. После решения глобальных проблем ремонта крыши и подвалов люди переключились на творчество. Из подручных материалов делают малые формы. В Центральном парке Караганды установили скворечники для книг. Небольшие домики, предназначенные для буккроссинга, обмена прочитанными литературными произведениями. Они расположены в разных точках парка. Там же работает библиотека в юрте. В день сюда приходят до 40 посетителей. Здесь можно не только почитать книги, но и поучаствовать в викторинах и конкурсах на разные темы. Добавлю, что сегодня вступило в силу постановление о новом празднике, который учредили по поручению президента страны. Национальный день книги казахстанцы будут отмечать 23 апреля. Детский оздоровительный лагерь Шахала на побережье озера Алаколь начал работу после ремонта. Сюда приехали около сотни детей из малообеспеченных многодетных семей и дети-сироты Алакольского района области Жит-Ису. Своими впечатлениями от отдыха они поделились с нашим корреспондентом Гульнар Джентасовой. Вот так с шумными играми и различными развлекательными программами проходит каждый летний день в этом лагере. Он расположен прямо на берегу живописного озера Алаколь. Здесь каждое лето отдыхают по 600 детей. И даже отсутствие интернета их совсем не огорчает. Хороший отдых. Мы так заняты различными играми и состязаниями, что даже забыли про интернет. А я для себя сделал вывод, что и без него можно провести время весело и продуктивно. Тут нашел очень много друзей. Каждый день купаемся. Хорошее питание. На полник хорошо много шоколада. На дискотеку ходим. Девчонка и вай станцию. Летний лагерь Шахала – один из старейших в области. В следующем году ему исполнится 60 лет. И он работал даже в самые трудные времена. В этом году здесь провели частичный ремонт. Появились баскетбольные и волейбольные площадки. Наши дети приехали с Алакольского района. Все с 44 школ. Это дети статусные, сироты, полусироты, малообеспеченные, многодетные семьи. У нас планируется 6 сезонов, 600 детей отдохнуть. Все мероприятия направлены на поднятие иммунитета и оздоровление детей. Продуманы здесь и меры безопасности. Есть тревожная кнопка, работает охрана. А во время купания дежурят сотрудники ЧС. В день по два раза дежурим здесь, пока дети купаются. А это где-то по два часа каждый раз. Купаются они группами по 20 человек. Кроме того, проводим лекции по безопасности на воде. Шахала – один из трех лагерей, работающих в этом летнем сезоне на озере Алаколь. Здесь, возле жемчужины Житызуского края, этим летом отдохнет и оздоровится около полутора тысяч детей. А в целом, летним отдыхом в области охватит больше ста тысяч школьников. Казахстанец Ерназар Жубан покорил жюри международного конкурса исполнителя эстрадной песни «Славянский базар». Пробиться на конкурс Ерназар пытался несколько лет подряд. И в этом году ему это удалось. Исполнив композицию «Подберу музыку», он завоевал 69 баллов из 70 возможных. Таким образом, наш земляк по праву стал обладателем первого места. Помимо специальной премии «Лира», он получил и денежный приз в размере 7 миллионов тенге. Победу на «Славянском базаре» Ерназар посвятил своей стране. Отмечено, родине начинающий артист уже не раз одерживал победы в различных конкурсах. Сегодня в столичном аэропорту Ерназара встречали близкие, друзья, поклонники и наша съемочная группа. «Я испытываю приятные ощущения от победы, так как мечтал об этом в 6 лет. Во время участия в конкурсе почувствовал большую ответственность. Я постарался максимально выложиться. Сейчас думаю, что осуществил свою мечту. Дальше планирую активно принимать участие в международных конкурсах от имени Казахстана». Оценивали выступления конкурсантов известные певцы, продюсеры из России, Молдовы, Мексики, Дании и Болгарии. Международной жюри в этом году возглавила народная артистка Роза Рымбаева. По ее словам, исполненная артистом песня была одна из самых сложнейших. «Я всегда горжусь за наших певцов. Какие бы певцы у нас не участвовали, они всегда побеждают. Самое главное – музыкальный уровень. Конечно, публика очень высоко оценивала и бурно-бурно его принимала. Действительно, сегодня достойный лауреат. Я думаю, что в будущем еще столько у него будет красивых песен. Настоящее творчество, настоящее большого музыканта он покажет. Я в этом уверена».